Друзья, всем прекраснейшего, добрейшего утра и солнечного, снежного и очень холодного Колорадо. Посмотрите, какая красота сегодня. Наконец-то выглянуло солнце вчера. Да что вчера, последние несколько дней был просто снегопад, нон-стоп. Все серое, снег валил. Как видите, у нас сейчас такие сугробы. Как вам размер сосулек? Но зато, знаете, солнышко выглянуло и настроение сразу супер. Несмотря на то, что воскресенье, муж уехал на тренинг, потому что он лыжный коач и, соответственно, очень часто работает в субботу и воскресенье. У него по понедельникам или среди недели бывают выходные. Поэтому я буду наслаждаться моим slow morning, таким медленным утром. Опять же, меня поймут не все. Мне даже нравятся вот эти моменты, когда муж уезжает тихо в апартментах. И я, знаете, вот так вот что-то вкусное, кофеек со вкусняшками какими-то делаю. Я сажусь возле камина и так медленно просыпаюсь. Так, в кофе я сегодня добавила чуть-чуть Irish cream. Кто не пробовал, Calo, я очень также люблю. Вот два принципиально разных ликера. Это мои любимые варианты. Irish cream, он более такой молочный. Calo, наоборот, придает кофе более выраженный вкус. Попробуйте. Я думаю, понравится, кто любит какой-то еще дополнительный сделать в кофе бонус. Да, но вообще хочу показать. Та-ра-ра! Представляете, недавно нашла молочные сырки в шоколаде. Но они тут называются йогурт-бар. Вот, но по вкусу один в один, как вот наши сырки в шоколаде. Хотя, нет, оговорилась не по вкусу, а по идее один в один. Вот я люблю black blueberry, strawberry, так себе. Они еще делают в спин-нет-баттем, но тот мне чуть не понравился. Выглядит он вот так вот. Сейчас открою, покажу. И рассказала мне о них моя русская подружка. Говорит, Вика, в сейфе есть сырки в шоколаде. Я говорю, да ты что, я их не ела, представляете, уже три года. А тут такое счастье. Ну, конечно же, я побежала, купила. Первый раз попробовала и думаю, боже, какая гадость. Они какие-то кислые, не знаю. Но через время попробовала еще раз и мне понравились. Знаете, как говорится, за неимением выбора радуюсь тому, что есть. Так, ну и одной рукой трудно открыть. В общем, он выглядит, как обычный сырок в шоколаде. Достаточно вкусно, я хочу сказать. Хотя, конечно, наши украинские сырки, российские, ну, намного по вкусу лучше. А может быть, просто потому, что я привыкла, знаете, есть это годами. Поэтому трудно приспосабливать к другому, к чему-нибудь другому. Сейчас спускаюсь по склону и впереди вижу, большая группа лыжников остановилась на краю и стоит, никуда не спускается. Думаю, боже, неужели кто-то упал? Ну, вот они, смотрите. Но, нет, просто остановились, любуются лосями. Видите, вон один большой и один поменьше там еще. Супер, да? Я тоже остановилась полюбоваться. Смотрите, три лося. Раз, два, три. Такой ажиотаж нереальный. Представляете, все с горы спускаются, тормозят, фотки делают. А лося себе своими делами занимается. Тут, конечно, такое место не очень хорошее для того, чтобы останавливаться. Видите, поворот. Но это никого не пугает. Смотрите, какая красота. И вот я очень люблю кататься иногда целый выходной. Начинаю пораньше, там, часов в 10 утра, например. И заканчиваю уже в 3-4. Катаюсь почти без остановки. Но, может быть, только перерыв на чашечку кофе или какао. Потому что, вот, кондиция меняется, солнышко заходит. Под конец дня уже мало людей. Это так офигенно. Потому что, начиная день, ты его начинаешь, да, с прекрасной погодой, настроением, солнцем. Но, тем не менее, с огромным количеством лыжников на трейлах. А конец дня ты завершаешь, просто расслабляясь и наслаждаясь вот этим вот видом. Ну и, конечно же, отсутствием лыжников. Почему сейчас так много людей вот на этом конкретно трейле? Потому что это зеленая трасса. Она идет с достаточно большой высоты вниз. И это наиболее простой способ, как добраться вниз. И, конечно же, под конец дня, те, кто уже устал, они предпочитают вот так вот на расслабоне съехать. И просто насладиться видом и красотой. Но, конечно же, если задержаться на трейлах, которые повыше, там людей уже нет. И ты едешь, и вся трасса твоя. И это просто офигенно. Наконец-то добралась домой. Уставшая, но довольная. Посвежевшая от времени, проведенном на воздухе. И вот хочу показать. Вот, смотрите, я с утра уходила на лыжах кататься. И посылочка для соседа стояла. И до сих пор стоит. Уже вечер. В принципе, посылочку можно видеть с улицы, да? Ну, никому она не надо. Завтра утром проверю, будет ли стоять. Ну, я больше чем уверена, что ничего не изменится, даже если сосед не появится. Будет она его здесь вот так вот ждать. Привет, привет, девчоночки! Почему я сказала девчонки? Потому что видео у нас будет такое чисто женское сегодня. Я расскажу о том, как я все-таки дошла, докатилась до такой жизни, чтобы знакомиться с мужчиной на сайтах знакомств. Вот, что я вообще на данный момент уже по истечении трех с половиной лет проживания в Америке думаю по этому поводу. Ну, и расскажу какие-то нюансы, сопутствующие этой теме. Вот, так что устраивайтесь поудобнее. Так, я сразу прошу прощения за свой негламурный вид. Я каталась сегодня пять часов на лыжах, очень устала. Но, тем не менее, вот чувствую себе сегодня желание, знаете, на какие-то темы разговаривать. Поэтому решила перед тем, как я побегу в душ, быстренько это видео записать. Да, и, кстати, я не бьюти-блогер и не претендую им быть. Так что, кого что-то не устраивает, не забывайте, что в правом верхнем углу есть кнопочка «Закрыть видео». Не мучайтесь и не пишите гадости. Потому что мне непонятны люди, которые смотрят видео, а потом строчат всякие гадости вместо того, чтобы просто закрыть его и идти заниматься своими делами. Ну, ладно. В общем, сегодня о позитиве. Вы знаете, по поводу интернет-знакомств, что я хочу сказать на данный момент. Для тех, кто первый раз попал на мой канал, сделая оговорку, я со своим мужем-американцем познакомилась именно через сайт знакомства. Ну, точнее, это было брачное агентство. Но на тот момент я разницы не понимала между сайтом знакомства и брачным агентством. Вот. И вот, вы знаете, самое интересное, что я особо, ну, лет, не знаю, до 30 так точно, даже вообще не думала, что когда-нибудь я там посмотрю в сторону проживания где-то за пределами своей страны. Но, во-первых, я серьезно никогда к этому не относилась. Мне казалось это каким-то далеким, нереальным, неперспективным. Я считала, что там одни сидят какие-то извращенцы сумасшедшие. И особо толку нет от этих сайтов знакомств. Тем не менее, в моем близком окружении у меня был такой пример, когда моя подруга, с которой мы учились в колледже и плотно общались, она познакомилась с мужчиной из Турции, вот, причем он был так прилично ее старше. И вот я помню до сих пор этот день, когда она позвала нас вместе, мы там втроем общались, еще одна подружка была. И вот она долго мялась, не знала, как нам это все сказать, а потом, знаете, такой глубокий вдох-выдох, и она вот таким одним предложением, скажем так, нам всю правду матку вывалила. Там девочки, я познакомилась с мужчиной, и пока мы там, знаете, без паузы, что мы же даже не успели среагировать, там открыть рот и засыпать ее вопросами, она тут же сказала, так я познакомилась с мужчиной, он турок, и он, меня там на столько-то лет старше, и, в общем-то, у нас все серьезно. И вот тут была пауза, и у нас немая сцена. Но на тот момент хочу сказать, сколько же ей было, ну, нам всем было где-то лет по 28, что-то такое, я могу немножечко в цифрах ошибиться. Вот, ну, и сами знаете, вот как-то к мужчинам из Турции отношение было, ну, как-то так, очень тревожное, потому что, ну, уж много таких вот историй, да, там, завез куда-то, там, то продал в рабство, то в гарем какой-то, то там паранжу одевает, то детей отбирает, то еще что-то. Вот, но она тут же, пока мы, знаете, переваривали информацию, она тут же добавила, но он очень много лет живет, жил в Москве, поэтому он такой, типа, ну, как, адаптированный, потому что, естественно, наш следующий вопрос был по поводу паранжи, там, и все остальное. Вот, да, на тот момент моя вот эта подруга, она уже жила в Москве, вот, и периодически, естественно, приезжала в Украину, у нее семья в Украине осталась, мама, папа, и вот так вот мы обычно собирались в ее приезды. Вот, ну, и что я хочу сказать, история сейчас не о ней, на данный момент эта пара, насколько мне известно, они счастливо женаты до сих пор, спустя много лет, у них двое взрослых детей, и все хорошо. По его меркам он не очень обеспеченный мужчина, по нашим очень даже, да, у них прекрасный дом с бассейном, там, и так далее. Вот он обеспечивает ее, она не работает, ну, в общем, скажем так, все хорошо. И вот для меня эта история, по идее, могла послужить такой вот первой ласточкой и поводом задуматься, блин, может, и мне что-то такое думать. Но даже в этот момент я не думала о всяких интернет-знакомствах, потому что, по сути, вот моя подруга познакомилась с этим мужчином вживую, она просто пошла в клуб, опять же, да, не самое лучшее место для знакомств, скажем так, для серьезных знакомств, и там его встретила. Вот, он действительно на тот момент работал, жил в Москве, и вот так вот, когда у них уже отношения развились, и они стали жить несколько лет, она родила ребенка, вот только тогда они уехали в Турцию. Вот, я даже у них в гостях была как-то. Так вот, и как-то вот моя жизнь продолжалась, естественно, у меня были отношения с мужчинами, и как-то это ни к чему не приводило. В итоге, знаете, перешагнув порог 30, там и 35, ты начинаешь уже четко понимать, на каком ты свете. И становится однозначно понятно, да, что по меркам нашей страны 35, это ты уже, ну, мягко говоря, вне кондиции, на смену тебе пришли молодые, готовые на все, красивые и расторопные, ты уже все вне кондиции. Во-вторых, конечно же, мужчины такого возраста и старше, они в основном все женаты, женаты счастливо, ну, те, которые добропорядочные. Ну, а, как вы сами знаете, ни для кого не секрет, у нас уж очень много мужчин, к сожалению, таких, которые... Наш пострел везде поспел, которые имеют семьи, но, тем не менее, любят прыгать, знаете, периодически навстречу приключениям. Вот, ну, такие вот любители костра и песен. И я понимала, что, ну, такие варианты мне точно не подходят, ну, потому что это отношения, ну, не знаю, на неделю, на месяц, ну, на несколько месяцев они ни к чему не ведут и не приведут, и смысл в них вкладываться, в эти отношения. Вот, и как-то мне стали, знаете, поступать другие знаки судьбы, которые я продолжала игнорировать. Опять же, какие-то истории знакомств моих подруг, тех же, ну, может быть, не сильно близких подруг, но знакомых, которые также успешно вышли замуж, уехали за границу. Мне стала писать моя одноклассница из Италии, которая счастлива, уже жената, и там живет много лет, и вот недавно родила, опять же, второго ребенка. И какой-то человек мне по моей работе сказал, Вика, что ты здесь сидишь? Ты давай, начинай, там, обращайся на сайты знакомств, выходи замуж за иностранца, уезжай, там, заводи семью, что тебе здесь делать? И вот в один прекрасный момент, знаете, вот как капля, камень точа, да, есть такая поговорка. Меня нашел один знакомый, вот мы пересекались по работе, по моей предыдущей работе, вот, и он мне говорит, Вика, мы тут открыли врачное агентство, нам нужны, ну, как бы, большая картотека. Ну, он не так сказал, но смысл таков, что, естественно, им для того, чтобы развивать, да, это агентство, нужны были девушки, да, которые бы привлекали клиентов, вот, ну, я сейчас в нормальном смысле имею в виду, то есть им, конечно, нужно было показывать, что вот у них девушки, желающие познакомиться, и, соответственно, это бы привлекало мужчин, которые ищут с кем познакомиться. Вот, он говорит, давай, ну, говорит, чем черт не шутит, там, вот, у нас там то-то, 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 это такая для тебя хорошая возможность, и, ну, мало ли, а вдруг вот так вот познакомишься, еще и уедешь. Мы так посмеялись, но, вы знаете, у меня вот тот момент, наверное, сошлись все вот эти звезды, когда я думаю, так, все, вот надо попробовать. Хотя, опять же, вот человек, такое существо, вот, он всегда идет на попятную, потому что, ну, понимаете, завязываться с брачным агентством, это все равно своего рода выход из зоны комфорта, да, нужно идти, там, делать, какие-то фотки, с кем-то переписываться, тратить на это время. А у меня еще получилось по работе, тут такой сезон, за парком, у меня там 150 дел, я, знаете, такая думаю, может быть, потом, сейчас как-то у меня по работе я занята, лето, я как сейчас помню, там, по-моему, то ли июль, август на носу, мы там вообще работали с одним выходным, думаю, может, потом, а потом думаю, Вика, стоп. Вот, нужно что-то пробовать. И вот, вы знаете, мой девиз, он вообще, в принципе, по жизни такой, что, если ты чего-то хочешь достичь, нужно пробовать, или хотя бы что-либо для этого сделать. Вот я никогда не понимала людей, которые там сидят, струдники в кабинете, заходишь, они там все обсуждают, какой там босс плохой, как зарплату не платят, и какая тут у нас фирма плохая, тут все ужасно и так далее. И вот я не понимаю смысла этих разговоров. Ну, да, не без того, чтобы там, может быть, пожаловаться, но ведь это продолжается регулярно. И вот у меня всегда в голове возникал вопрос, но если все так плохо, что вы делаете для того, чтобы что-то изменилось? Ответ – ничего. И вот как-то собрав воедино все аргументы, я думаю, окей, надо попробовать. В конце концов, если там будут какие-то маньяки писать, в общем-то, всегда можно сказать, что нет, все, мне это не подходит, не хочу. Вот, ну и в итоге вот сделали мне красивую фотосессию, повыставляли мои фотки на сайте, и началась переписка. О нюансах, кстати, работы с брачными агентствами я как-то еще расскажу в следующих видео, так что ставьте лайки и пишите комменты, кому интересна эта тема. Вот, там есть, конечно, свои нюансы, но сразу скажу, писало мне несколько мужчин. Один из них там был вообще, я не помню, 70, что-то там такое. И, честно говоря, я с ним переписывалась только потому, что, ну, по идее, брачное агентство, оно требовало, чтобы вы продолжали контакт с мужчиной. Ну, и у нас и были такие, знаете, вот ни о чем письма друг к другу. Второй мужчина был намного, ну, не намного, но постарше, чем мой муж, которого я встретила, кстати, благодаря этому агентству. Вот, и что мне сразу не понравилось, то, что у него такие были письма, знаете, на три строчки, о себе ничего, а от меня он ждал, я не знаю, там, романа в трех томах и подробной информации. И мне, конечно, такое не устроило. Я не понимаю, вот такое какое-то одностороннее общение. То есть, если мужчина заинтересован, он, как минимум, должен это продемонстрировать. Ну, и там еще были такие разные варианты, там, выходили мы в чаты, например, там, я такой-то, если ты во мне заинтересована, ищи меня там на Фейсбуке, например. Или, вот, я там бываю периодически наездами в Харькове, если буду в Харькове, можем встретиться. Ну, это, знаете, из серии, как я сразу понимала, это такой вот секс-турист. Он мужчина, который часто приезжает в Украину, Харьков, да, встречается с девочками, понятно, для чего. И потом у него там следующий тур через полгода. Ну, такие мне не подходили, я... до свидания. Вот, и вот в один прекрасный момент у меня завязалась переписка с моим, вот, настоящим мужем на данный момент. И меня сразу он привлек тем, что у него были очень такие длинные письма с информацией о себе, с какими-то темами, рассуждениями. Понимаете, это не было так, что привет, как дела? Вот, и, соответственно, я ему писала точно так же. У меня о себе, да, задавала какие-то вопросы. И вот как-то так поняла через время, что у нас очень большая взаимная симпатия друг к другу. Вот с этого, собственно, все и началось. Вот, ну, опять же, об этом может быть в другом видео. Сегодня я просто вот хочу донести следующее. Вы знаете, вот я, да, никогда не верила ни в какие сайты. Мне казалось это нереальным, но, тем не менее, это сработало. Также о знаках судьбы, кстати, где-то за год до вот этого события, когда я вообще решилась зарегистрироваться в брачном агентстве, мне моя одна знакомая рассказывала, как у нее там родственники выиграли грин кар. И она мне говорит, Вика, может, ты будешь играть в лотерею грин кар. И вы знаете, я даже не стала слушать. Я думаю, да, это вообще нереально, о чем она говорит, какие там шансы вообще, этих шансов нет. А на самом деле, друзья, вот сейчас уже проживая в Америке, я встречаю так много людей, которые здесь, потому что они выиграли грин кар. Я встречаю много людей, которые здесь, приехавшие по визе К1, как и я. Я встречаю много людей, которые здесь, потому что первоначально они приехали как по обмену, вы знаете, вот эти программы Work and Travel. К чему я это все говорю? К тому, что если у вас есть мысли и желание уехать, то вот не слушайте никого, действуйте в своих интересах, используйте абсолютно все шансы, которые вы можете найти. И не нужно опираться на статистику или на мнение людей. Да, это там сайт, это там такое. Да, это может быть и такое, там действительно очень много неадекватных людей. Но всегда можно попробовать, если у вас это не пойдет. Вы всегда можете все, отказаться и на этих сайтах просто не проводить время. Вот и все. Но шанс любой, его нужно использовать. Потому что чем больше вы что-либо делаете в этом направлении, тем ближе вы будете к своей цели. И кто знает, какой из этих вариантов для вас сработает. Ну вот, собственно, об этом и было мое сегодняшнее видео. Да, и если вы чувствуете, что среди вас нет людей, которые вас поддерживают, тогда просто не говорите никому ничего. Действуйте самостоятельно. Потому что очень много тех, кто, знаете, закомплексован, тоже вот эти люди, они начинают тянуть вас назад, на дно, рассказывая вам о том, что вот только о негативе. Если у вас, прошу прощения, в общем, если у вас есть человек, на которого вы можете рассчитывать, и с которым вы откровенны, то, конечно, поделитесь, потому что поддержка в этом деле очень важна. Ну все, девчоночки, я вам желаю всех благ. Используйте все свои шансы. И надеюсь, вы достигнете своей цели. Ну а на этом все. Пока-пока. До новых встреч. Не забывайте нажать на колокольчик. И увидимся в следующих видео. Пока.